Капли под названием «Мудрые мысли» и «Микстура жаждознаний» приготовлены специально ко дню рождения библиотеки имени Некрасова. Ей исполнилось 100 лет. Библиотеки часто называют аптеками душ. Вот юбиляры и обыграли это название. На одной из тематических площадок гостей встречали фармацевты-библиотекари. Символично, что раньше в этом здании была как раз аптека. На этом сюрпризы не закончились. Концерт старинной музыки гостям подарил ансамбль «Возрождение». А наблюдал за всем этим образ завсегдатая посетителя, собранный из множества книг, в очках и с газеткой в руках. А еще для читателей устроили фото зоны и костюмированные инсталляции. Сегодня мы расскажем еще раз о людях библиотеки Некрасова, которые создавали вот этот замечательный культурно-досуговый центр современный. Мы знаем их, мы помним их. Кстати, друзей именинница собрала много. Это и коллеги из других библиотек, и разные музыкальные коллективы Краснодара. Их развлекали медведь, клоун и актеры в образе читателей 19 века. На празднике отметили лучших сотрудников и вспоминали мемуары библиотеки. Поводом послужил архивный документ, послужной список Марии Михайловны Стефановой, которая отметила в нем, что с 1 апреля 1918 года служу в библиотеке Некрасова непрерывно. И вот эта фраза, она как-то сразу зацепила нас, потому что, во-первых, это говорит о том, что первое упоминание, если в документе есть, вот этот год, он и должен быть признан когда-то в основании. Служители хромознаний говорят, биография библиотеки похожа на жизнь человека, ведь она переживает события вместе с обществом. Читальни 21 века не похожи на те, которые были 100 лет назад. Мы живем в мире, где информации уделяется огромное внимание, но библиотеки, как информационные центры, идут в ногу со временем.